Более 60 человек получили награды и грамоты на оперативном совещании по итогам апреля. Взрослые в связи с праздником труда и днем местного самоуправления, дети за успехи на российских и областных соревнованиях по плаванию. Поздравили также школьную команду «Молодежка», занявшую второе место на областной олимпиаде по избирательному праву. Отдельно честовали многодетную семью Манюковых, которая воспитывает семерых детей. В рамках реализации программы «Жилище» ей вручен сертификат на приобретение дома или квартиры. Результат самоотверженного труда и самоотдача работников органов местного самоуправления отразились в региональном рейтинге муниципальных образований, отметил Алексей Валов. Мы за первый квартал в 2016 году вперед по рейтингу, на 30-м году. Поэтому уверен, что и следующий квартал у нас будет такой же прорывной и так далее. Отличный результат показал район и на апрельских субботниках. В цифрах это 37 тысяч жителей и 1200 тонн убранного мусора. В дальнейших планах установка детских игровых городков, приборов освещения, ремонт дорог и внутриквартальных проездов. И не только это. Также по заданию губернатора Московской области Андрея Юрьевича Урабьева мы возбуждаем деятельность по лепедации несанкционированных торговых объектов и рекламных конструкций, в том числе и несанкционированных тент-укрытий и гаражных конструкций. Весной большая работа проводится по ямочному ремонту дорог. Запланировано восстановить более 4000 квадратных метров дорожного полотна. Месяц назад мы приступили к работам. В настоящее время сделано у нас 2000 квадратных метров всего. По улицам Заводская, Космодемьянская, Центральная, Первомайская, Московская, Советская. В данный момент идут работы Ленина, Институтская, Комарова, Шмидта. Недельно приступят сегодня вечером. Алексей Валов намерен внести личную лепту в дело благоустройства. Силами администрации и общественной палаты планируется облагородить территорию на Дальнем Воронке, в районе новостроек на Центральной. В конце, где у нас поворот идет на прежнодорожный переезд, поработал он в субботнике, видел, что там не было устроенной территории. В течение лета, может быть, месяца, двух, трех, если у нас в свободное время, мы там сделаем рекреационный узор. Я попросил бы всех остальных для себя определить объем, задачи там. О результатах деятельности земельно-имущественного комплекса инвестиционной и жилищной политики рассказала первый замруководителя администрации Ирина Иванова. Успешно ведется работа по обеспечению многодетных семей земельными участками. Из стоящих на учете 991 семьи, 897 обеспечены. Из них 45 семей получили земельные участки уже в этом году. Продолжается полномерная работа по формированию новых массивов для предоставления многодетным. В лесах активизировались клещи. Уже проведена санитарная обработка зоны отдыха в Щелкове. Алексей Валов призвал всех быть осторожными, выезжая на природу. Глав поселений просил направить силы на борьбу с борщевиком. В прошлом году победило, увы, ядовитое растение. Высказал претензии по работе наружного освещения. Потребовал в течение двух дней навести порядок. Руководитель также призвал к активному участию в подаче заявок на премию губернатора «Наша Подмосковья». Поддержку призерам обещает и администрация. В заключение говорили о подготовке к Дню Победы. Продадут традиционные акции. Солдатская каша, георгийская лента, вахта памяти, более 50 митингов памяти с вовложением ленков, цветов к обелискам. Акция «Бессмертный полк». Центральные мероприятия пройдут в Щелкове 9 мая. А 14 мая район примет участие в региональной акции «Лес Победы». В городском поселении Фрянова планируется высадить 4,5 гектара молодых деревьев. Ирина Микеда, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково». Продолжение следует...